В моей семье отмечают и Новый год и два Рождества, то есть мы отмечаем католическое Рождество, потому что у меня папа католик, отмечаем Новый год и отмечаем тоже всей семьей Рождество Христово 7 января. Это Рождество, чем Новый год, потому что я живу в православной семье и меня так воспитали родители, что Рождество это более значимый праздник. В моей семье отмечают больше Рождество, так как у меня семена, напомним, католическое, напомним, православное и отмечаем сразу два Рождества. Рождество, потому что, наверное, это более семейный праздник. Рождество, потому что мы православная семья и на Рождество у нас идет больше упор, к нам за этот раз приходят подарочки. В нашей семье больше отмечаем мы Рождество, потому что мы православная семья. Рождество, потому что семья у нас православная, а значит этот праздник для нас более важен. Мы Рождество и Новый год в кругу семьи, но на Рождество у нас обычно стол богаче. Это первое Рождество, в которое я попала на ночное богослужение. На первом курсе, когда я засесть не смог поехать домой, это Рождество было чувствованием одиночества. Рождество обычно запоминается всегда, потому что это такой теплый праздник, когда вся семья собирается вместе, и этот момент хочется запомнить всегда. Каждое Рождество – это огромное событие, и выделить из них, выделить что-то особенное я не могу, наверное, поэтому последнее. Там мы поехали к моему отцу на службу, там, где он служит. Потом, после рождественской литургии, мы с ним пошли за стол, и это было как-то так по-семейному, и очень как-то запомнилось. У меня было, наверное, в детстве, потому что в детстве больше переживали все эти моменты. Это было мое первое Рождество, так как меня не так давно крестили, и вот в прошлом году было мое первое, и для меня это была первая ночная служба, была вот эта атмосфера, все по-новому, поэтому для меня это вот так вот запоминающе. Конечно же, это детство, потому что в детстве ты воспринимаешь все намного глубже и добрее, и поэтому всегда это намного веселее проходит. В этом году мы собираемся отмечать Рождество в храме, мы пойдем на всеношную службу, и после вместе празднуем Рождество прекрасным фуршетом. А дальше мы вернемся по домам, будем отсыпаться. Праздное Рождество в дружной семье нашей молодежки, это будет ночная служба. Также потом мы соберемся все вместе за праздничным столом и проведем в душевной, теплой атмосфере этот праздник. По храму к службе ночной. На ночной службе, на литургии, или если я еду домой, то там обычная служба вечером, сочельник в 6 вечера. Как всегда, сначала пойдем на ночную, а потом соберемся всей семьей за столом, будем петь, веселиться. Мы обычно утром идем либо на ночную, либо на утреннюю литургию, потом собираемся всей семьей за праздничный стол. Часто приглашаем бабушку, ведем какие-то такие семейные приятные разговоры, ходим на какое-нибудь мероприятие, например, в цирк или в каком-нибудь опилу. Мы идем на вечернее богослужение, дальше мы поем концерт, потом мы идем на ночную службу, потом немножко отдыхаем и поем утреннюю литургию, а дальше собираемся всей семьей за столом. Сейчас я праздную Рождество в храме на богослужении. Обычно мы собираемся всей нашей дружной семьей, и все вместе мы сначала ходим в храм, отстаем службу там, а потом возвращаемся домой и все вместе празднуем. Теплым, дружным, таким вот, чтобы собиралась вся семья. Мне бы хотелось, чтобы это было очень дружно и сплочено. Обязательно, чтобы было ночное богослужение, а дальше, наверное, чтобы мы собрались за столом, посидели, поговорили, отпраздновали. Я бы хотела, чтобы это было так же тепло и уютно, как это происходит в моей семье. Думаю, я бы оставил этот праздник так, как он и есть. Меня все устраивает. Теплым радостным. Я хочу, чтобы мы каждый год отмечали его всей семьей, и малышка будет подрастать и уже участвовать с нами. Главное, чтобы все были живы, здоровы, чтобы все собирались вместе, и тогда все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова